Ребята, привет! С вами Игнат, я с Илюхой сейчас покажу. Вот она Илюха. Начинаем новый влог. Сегодня среда, 6 октября. Новый день, новый влог. Новый день, новый влог, да, ну, как бы уже новый вечер, новый влог. Мы сейчас идем на панель, спишемся, созвонимся с подписчиками и будем делать, ну, подписчики, которые вчера, ну, в том влоге вы их видели, которые фотоаппарат мне привезли. Будем делать фотографии и потом пойдем, Илья поснимает тут шторм, у нас второй или третий день, я не знаю, просто мы вчера к морю ходили, а до этого мы к морю не ходили. И что там на море? Кстати, а вот когда стрим был, море вроде не штормило, да, в понедельник? Да, у нас вот сегодня то ли второй, то ли третий день всего лишь шторм. Но штормит так хорошо, поэтому я вчера снимал вечером, но когда мы пришли в Коцвеле, вы уже этот ролик посмотрели просто, скорее всего, потому что я его хочу на четверг сделать, влог в субботу выйдет. И мало сняли, и темно было уже. Хочется все-таки шторма подснять, и днем тоже подснять, и днем шторм. Мы, ребята, на аллею пришли. Блин, ветер уже задолбал. Смотрите, глициня какая зеленая, когда что-то интересно пойдет. Художник рисует Ксению. Октябрь месяц, она даже еще желтеть не начинает. Глициня это очень прикольное дерево. Ну, что на аллее творится? Уже, видите, бордюры стали класть. Ну, короче, тут идет стройка полным ходом. Деревья наши, никто так ничего и не сделал. Сейчас еще, наверное, уже у всех глубокая осень. Ну, не глубокая, но уже такая прям осень. Крымская осень еще вам покажу побольше. Посмотрите, вот маслины такие зеленые. Ну, такой зеленый цвет. А у глициней прям как был летом весной насыщен этот цвет так и есть. Сегодня у нас не было никакого завтрака у Димы. Я дома занимался делами. С утра, блин, стирка у меня была, постельная постирал. Сегодня ветер просто. Я думаю, блин, на ветро оно быстро высохнет. Слушайте, несмотря на то, что сегодня телефон показывает 12 градусов. Вот, кстати, отремонтированный участок. Несмотря на телефон. Вот они где-то отремонтировали. Вот уже они ремонтировали этот участок. А где-то вот поизуродовали все. Сочится все до сих пор. Ну, и, в общем, у меня была большая стирка. Потом я так давно хотел пшеной каши, нормальной, с маслом. Я купил масло уже неделю назад, наверное. Но все лень было мне утром сварить кашки, потому что мы же... Ну, Димы. Все дело начинается с кофе, перерастает в полноценный завтрак, блин. А то супа у меня наваренная кастрюля была, надо было его есть. То яичницу по-бырому. Каша мне казалась это надолго. Короче, сегодня я сделал кашку с маслом сливочным. Поел, душу отвел. И уже потом Илюха говорит, я сейчас за тобой зайду. Пошли, я говорю, я проголодался второй раз, потому что первый раз я кашку поел утром рано в 7, ой, в 7, в 11. Утром рано в 11. А часа в 3 я еще захотел на маслице ее нажарил, с корочкой навернул. Ну, какой-то товарищ идет в костюме. И он вроде как пошел к рабочим. Может, у него к нему подойти и задать вопрос. А, нет, он сам фотографирует по поводу вот этих деревьев раскуроченных. Так, ребят, я взял кофе, Илюха где-то отстал, он не захотел. Буду пить его вот здесь. На вот этой прикольной трибуне. Дети катаются, круглосуточно катаются. Ну, не круглосуточно, но допоздна прям катаются. Покрытие-то все поснимали, говорю, но тут год не прослужило. Ребят, все, созвонился я с подписчиками сейчас. Они же тут парк-отели. Сына и с мужем. Сейчас они выйдут и пойдем фотографироваться. Ну, пойдем на панели, я говорю, там все виды, все 33 удовольствия. Просто можно было сходить, конечно, в эту, там, Лигу морскую. Там тоже такие фоточки крутые будут. Но мы уже тут, не отходя от кассы, они здесь, говорю, в этом парк-отеле живут. И тут им до этого. Быстренько пофоткаемся и мы пойдем с Ильей дальше. Фотосессия у нас в полном разгаре. Да, встретимся с Ильей наконец-то у нас. С Игнатом. Ой, Игнатом, да. Игнатом состоялась, да, вот встретились наконец-то. И с Ильей, и с Игнатом все вместе. Да, встретились. Все виды сделали. И туда, и туда идем. Сейчас еще у нас контрольные вон там. Там реально ветра не будет, так что пойдемте туда. Так, ребят, вот сюда мы пришли. И вон, Илюха уже тут с нами тоже. Илюхины котики жрать просят. Какое солнце. Тут тоже сейчас будет у нас фотосессия. Что такое? Что такое? Мы, ребята, уже наверху панэ. И я уже нафотографировался. И ребят нафотографировали здесь. И котики все пришли. Сейчас потихонечку будем спускаться. Отсюда ребята разглядывают. Отсюда хорошо просматриваются все дачи. в санаторий юности. Что, ребята, если вы едете в семьи, спешите, закажите фотосъемку, и у вас будут вот такие вот крутецкие фотографии. Смотрите, кстати, какой там, как волны достают на юности. Прям до климата павильона. Ребят, смотрите, сколько... Я говорю, что за столпотворение. Блин, капец тут. Ребят, вчера мы шли. Скалолазы... Ну, мы вчера поздно, конечно, шли. Я вам показывал, скалолазов на горе не было. Сейчас Илюха идет, скалолазов снимает. А сегодня, смотрите, стоянка прям вся забитая. Скалолазами. Снова вон так. Суперогромная машина. Блин, как круто, ребята. Посмотрите на горы. Они в такой дымке, в тумане. Я начал было рассказывать, что хочу сильно в горы. Ну, мне не с кем. Илюха мне не помощник в этом. Илья не любит в горы ходить. Пойдем в горы? Пойдем с ночевкой. С палаткой. Ага, говорят. В общем, хочется прям на платах такой маршрут пройти. Вот реально отсюда прям и до Балаклавы. Супер такой длинный маршрут. Но вот ни с кем, ни с кем. Мы с Кириллом-то планируем большую севастопольскую тропу пройти, все. Это, кстати, вот место тоже для фотографий. Вот сюда кого-то надо будет позвать тоже фотографироваться. Здесь у нас есть семьи и есть будет. Ну, кошки больше, конечно. И вот на этой бетонке хорошо фотографироваться. Мы, в принципе, сейчас сюда на эту бетонку идем. Доснять нам кое-что надо для ролика, для моего и для Илюхиного. В общем, хочется, хочется приключений. Погода прям уже нормальная, походная. Но зараза не с кем. Ну что, ребят, мы пришли сюда к этой... К вот этой. Аж такая тишина резкая от стены. Красота, конечно, неимоверная. Неимоверная красота. Ребят, смотрите. Вчера мы... Тот влог вчера снимали. Здесь киношники стояли. Все разъехались. Вот два только осталось. Даже интересно, куда они переехали. В следующую локацию. Может, им нужна была море, типа летняя погода. А тут шторма, блин, такие. Тут, наверное, тоже гримерка такая, лестница. Лбуханки, хотя она вряд ли, наверное. Я так люблю эту дорогу в межсезонье. Никого нету. Машины только иногда ездят, и все. На улице к вечеру, я думал, может потеплеет. Но что-то ветер, наоборот, усиливается. Блин, 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 блин. Ну, ничего. Эпичности. Ветер придает только еще больше эпичности. Всему вот этому. Ребят, капец, я вот на это все смотрю. Меня это, помните, в школе заставляли? Буря мглою небо кроет. Вихри белые, кружа. Это вот все про вот это. Оказывается. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Какие волны крутые. Девятый вал идет. Класс. Ну что, ребят, мы в Семи Изи. Идем с Илюхой на качельке кататься. Сейчас такая красота. Эти качели всегда свободные. И даже днем свободные. Если там, когда отдыхающие были, к этой качели были, даже в 12 хрен подойти. Сейчас они никому не нужны. Чем мы пользуемся? И приходим, катаемся на качельках. Так, первый пошел. Ой, лепота, да? Пойду я тоже завалюсь на качельку. Так, вот она моя качеля. Свет, наверное. Иду в темноту, ни хрена не видно. Товарищи, заваливаемся. Блин. Сел на рюкзак. Ложимся. Только сперва надо раскачаться. Кайф. Ребята, привет. Сегодня следующий день. Вот такое число, я уже не помню. Иду к Диме в время пят вечера. У нас вечерний кофе. И вечерняя прогулка по плану. Как там у вас в осенью? Все зелено. Рум-тур. Ребята, с этим рум-туром все меня теперь просят. Покажи, 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 покажи. Покажу, ребята. Обязательно покажу. Кстати, семиизовские гостевые дома. Если кто-то смотрит. Вам нужны клиенты, Игнату нужны деньги. Народ, оказывается, интересуется. Так что, пишите в инстаграме. Будем рум-тур у вас устраивать. В гостевых домах ваших. Так. Все, уже закончили они там. Они кто-то ставили новый. Шлендра! Привет. Не надо вас снимать. А что это не надо вас снимать? А, Илья сразу прячется в комментариях. Ты что? Нет. Я наоборот делся, чтобы быть эфиром. Рэпером? Ну, чё? Понятно. Как дела? Яйца у нас? Нет. По программе яйца? Бутербург с икрой. Там огромная цепочка. Бешь яйца? Не, я обожжался. Я кофе попью. Кофе насыпал. А я думал, вы уже меня костерите, а вы сами только собираетесь. Ну, мы это просто делали до поздно, до конца. Зацени, какую аватарку я сделал на шторм, на вчерашний. Постирали. Там уже все готово. А вы пледы стирали? Душевой. А вы пледы что, руками стирали? Газовую плитку уже поставили в тройке. На кухне? Ну, ладно. Ну, надо выйти в рун-тур. Пусть хотя бы... Дима, говорит, ещё нет, нет, нет. Пока не надо. А что, с душевой тебя пьет, я тебе проведу рун-тур. Надо, Федя, надо. Ты видишь, экран новый поставил, и дешевый. А, да. Ну, и таз, новый, закрытый. Да, вот новый. А почему вот этот новый, а вот этот вот что? Он тоже новый, просто объясните, я потом хочу. Немножко не нул. Она просто смывается очень плохо. А здесь печку? Вот эту ступеньку тогда Илюха делала с Димой. Хорошо. Жаль себе. Жаль себе. Вот. Говори, жаль себе. Вот этот дворик прикольный, да? Прям вообще. Это вот недавно пришлась на новую плитку, да? Ну, она давно пришла, поставили. А, не ставили? Давай уже этот домик покажем. Так. Тут вот. А тут света нет внутри, что ли? А. Роутер нас встречает. Наверное, перегарила. Надо, конечно, ребята, не этой камеры. Ну, вот в домике, видите, три кровати. Трехкомнат. Трехместный. Трехместный. Тут ковер постиранный. Вот у тебя. А, точно, это же мой ковер, я же его сюда и заволок. Ну, вот. Этот номер мы вам уже ром-тур показали. Но я потом по-человечески нормальной камерой сниму. Ну, в смысле, это нормальная. Мне надо этим, рыбим глазом, чтобы шире все видно было. Вон тот, который мы сейчас показывали, да? Да, вот на этот домик. И вот на этот домик. Вон тот туалет с душем, который мы сейчас показывали. Это потом покажем. Так, пойдемте посмотрим. Линоград уже падает. Идемте посмотрим, что у нас там сегодня на море. Вчера так штормило, так штормило. Я сейчас выложил этот ролик с Коцевелевским штормом. Такая фотка эпичная на заставку получилась. Слушайте, а также идет все из Ялты туда в сторону Севастополя. Ну, еще, ребята, единственное, чтобы вы понимали, то, что спрашивают, интересуются, это самый верх Семейза. Вот тут уже кто ходил такой этой тропой на кошку, вот здесь она проходит. Дача Белокопытова вот тут, в кустах. И в принципе, в принципе, я потом всю дорогу отсюда прицеплю себе гоупрошку на тело. Вот сюда прикреплю, и я пройду всю дорогу. Я говорю, я сюда. За 7 минут поднимаюсь, когда мне надо. Ну, у меня летом было такое, что Ася мне звонит и говорит, Игнат, типа, завтра рассвет, а время уже полдевятого. Не, до полдевятого мне надо было на маршрутку сесть, а время без 28. Я за 7 минут поднялся, переоделся, и все, уехал. Ну, 7 минут, да. Мамины подруги тут из Норильска жили. Они, конечно, немножко, им по первости, они прям плакали, поднимались. А потом, наоборот, говорит, мы в Норильске не шевелимся, а тут ходили, и прям долго они были. Они хотели переехать в Алубку, потом хотели найти внизу, но внизу там все адски дорого было. Там же внизу вообще по 6 тысяч, по 6, по 8 тысяч. Вот я, ребята, переехать, ну, они мне написали пофотографироваться, и ночью, ночью это дело было. И написали в WhatsApp. Я там в WhatsApp прям пометил, ребят, я не риэлтор, не пишите мне по поводу заселения и тудым-сюдым. И они как бы написали сперва то, что мы хотим фотосессию заказать, и следом написали, а у тебя нет знакомых, у кого бы мы могли остановиться. Есть знакомая Тая, у нее такой хороший гостевой дом, и я дал ее номер телефона. Просто потому, что мне их жалко стало, они отправили мне фотографии того места, куда их заселили. У них вид из окна просто на стену, на кирпичную был. Вместо штор висела тряпка. Потом на картинке в интернете было одно, а по факту заселили в другое. И этот номер стоил 6 тысяч. И еще, я не помню, рассказывал вам или нет, тоже знакомый, заселился он в районе вокзала. На картинке было одно тысяча, вот я не помню, то ли 1600, то ли 1700 сутки. Димины домики по сравнению с тем домиком, это небо и земля. Там просто, ну, короче, длина домика – это кровать и тумбочка, ширина – это просто кровать. И он сам паутину убирал везде. Тоже там здесь на окошке он тряпку сам повешал, здесь на окошке он тряпку повешал, никаких штор там не было. 1700. А, общий туалет. Только здесь общий туалет и душевая на два домика, а там что-то домиков 5 или 6 было. Общая кухня настолько же, здесь у каждого кухня своя. И 1700 плюс ему надо было две кровати, потому что к нему ехал товарищ. И этот, тот, кто это сдавал, это на кольце в семье, не буду, конечно, показывать. И он сказал, что когда он приедет, еще 300 рублей сверху в сутки за это. То есть, представляете, за комнату там 2 на 3 метра 2000 почти. Я не помню, то ли 1700, но даже если 1700, да и плюс 300, это 2000 получается. Это жесть. В этом году что-то творилось. Ну, Дима, много тоже таких людей было, кому 50 плюс, замечательно отсюда ходили. Так что, вот такие пироги. Если я вам говорю, кто из смотрит из семьи, за кому сейчас на Новый год нужны клиенты, гостевые дома, вам нужны клиенты, мне нужны деньги, пишите в Инстаграм, будем делать обзор ваших гостевых домов или Ватсап. Так, ребята, наш полдник у Димы начинается. Яишенка, яишенка, я дома супа поел, и это Дима сделал, вон, какую вкуснотищу, икру заморскую, баклажанную, будем ее с кофеечечком и с сальцом наяривать. Всего приятного нам аппетита. Ребят, подписчица моя в общем написала в администрацию Ялты по поводу наших этих кипарисиков. Уже месяц сочаться, не знаю, сегодня, наверное, контрольно надо. Сегодня у нас, знаете, какое, кстати, 7 октября, какой-то коммунистический праздник же раньше был, день 7 октября, красный день календаря, я помню. День рождения Путин еще? А, ну да, я видел. В общем, она написала в администрацию вот что и ответили. Здравствуйте, как сообщили в Семейском территориальном органе, факт подтверждения зеленых насаждений кипариса в скобке подрядчикам в ходе выполнения строительных работ установлен и зафиксирован. В отношении подрядчика департамента муниципального контроля администрации города Ялты составлен административный протокол и возбуждено административное производство. Также подрядчику указано на необходимость в срочном порядке провести обработку поврежденных участков зеленых насаждений. Благодарим за неравнодушное отношение к городу. И вот она мне пишет привет, Игнат, это из администрации Ялты ответили. Я пишу все ничего, а почему уже месяц тянут кипарисы уже месяц сочаться? Она пишет я им написала, я им это в ответ и написала, жду теперь на это ответа, почему месяц кипарисы сочаться и всем на это пофиг. Я сегодня не знаю, ребята, думаю, у меня фотографии есть, в принципе, как они сочаться. Разместите все это в сторисах и эту переписку вырезать и разместить. и попросить вас всех, чтобы кто может, блин, чтобы массово написали в Ялтинскую администрацию. В принципе, что там, все равно все за компами сидите, кто увидит это в сторисах, может быть, вот так и сдвинется что-то с мертвой точкой. Она еще я ей отправил фотографии, все какие у меня есть, ну вот я тогда, ну это я, наверное, недели две назад фотографировал, они уже месяц сочатся. и она говорит в Фейсбуке администрации их выложила, я не знаю, убрали они их, не убрали, надо будет вечером посмотреть, что там, ну я не был на этой странице, надо будет посмотреть, как народ на это реагирует. Ну короче, потихоньку что-то сдвигается с места. Просто я говорю, я две недели назад подходил, они сочились и месяц назад сочатся и вообще всем пофиг. Странно. Вот такие новости у нас по поводу кипарисов. Мы, ребята, пошли гулять. Я вообще вон в чем? В шапке. Дима, еще почти по-летнему. Илюха тоже почти по-летнему. Смотрите, здесь какой маленький. Хотел мне дорогу перейти. Я, конечно, его вернул. А, слепошары! Я думала, это котенок, а это там пенек. Просто ветер шевелит. Тут черненький такой котенок был прикольный. Сейчас будем скоро с Илюхой ребят вилы снимать. Тема неиссякаемая. Мы тут еще, я говорю, таких, о которых я даже не подозревал, понаходили такие вилы, дома, типа, как под кошкой. И эта книжка, которую Дима купил, конечно, тоже она великолепна. Там даже есть такие фотографии, которых на пассурию нету. Так, ребята, мы идем к какому-то новому магазину. Вот тут внизу я вам показывал овощник был. Дима все туда ходил, 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 ходил. Тут зашел, говорит, на днях. А цены еще дороже, чем везде стали. Они похвастались, что сарафан сработал на весь семиис. И ценники подзадрали. Тут вот новый магазин какой-то, тут и мясо дешевое, говорят, и овощи дешевые. Я так понимаю, вот этот, чтобы вы понимали, где мы, вот она почта. Это, кстати, вот здесь Илья детский, да? Ольга Владимировна та работает. Я думал это вообще какой-то этот, я думал это какой-то гостевой дом. Вон там ульяновские, ребят, чтобы вы понимали. И вот он, этот магазин. Помидоры. Вот, смотрите, свекла 30, лук 35. Так что вот такие пироги. Так что, ребята, будем смотреть, будем наблюдать, что там с ценами поменяется или нет. Пойдем на пляж? Знаете, про какой я вам говорил? Вот тут, вот в этом доме открылся овощник. Мы с Ильей тут стояли, я вам его показывал. Прям совсем тоже. И местным говорили, скидки там будут и все, все, все. Типа самый дешевый магазин семизи с овощами. А теперь там просто, ну, так как нам, да, нам до него дойти надо, он вообще неудобно на пути стоит. Это только для отдыхающих он удобно на пути стоит. Потом тут взять что-то и наверх тащить. Да зачем, когда у нас там Каспий есть наверху? Так что, такое странное. Если бы реально дешевле было, ну, можно было подумать. А так... Я говорю, как мне нравится вот эта белая тарелка, белый свет, цвет, цвет, все это прям так по-курортному. Да, конечно, которая на берегу была тоже, она такая, ну, молодежная. Но вот это вот прям вообще ассоциируется прям с курортом, курорт, и они работают, молодцы. У тебя уже октябрь месяц. А тут пустота. Пойдемте сюда, подойдем. Я и хочу волны подснять. Шашлыки жарят ребята. Тут всегда жарят шашлыки, всегда тут пахнет с тарелки. Слушайте, ну, вот сегодня уже потише, прям совсем. Море практически успокоилось, если это можно назвать, успокоилось. Так, что у нас с этим фокусом? Ну, немножечко все равно волны есть. Ребят, смотрите, какой шикарный шлагбаум сделали. Все, теперь пешеходная зона, а вот это грушечный подняли. хотя, мне кажется, и это тоже нормально было. Но сейчас вот прям все по-настоящему. Да, кстати, вот здесь тоже, чтобы никто не объезжал. Только на мопеде, блин, фокусируйся туда. Люди гуляют. А вот здесь, ребята, где была вот эта птичка, нету освещения, кстати, почему-то, да? У них же там свои лампы были, и в итоге эта часть пляжа осталась в темноте. вот они эти, какие конструкции здесь, блин, надо, конечно, этими сюда днем погулять, все вам это показать. Кошки очертания. Тут уже намылись все такие горы. Мы сейчас с Димой думали, когда будем сезон закрывать. С Андронычем? И вообще мы думали, как это делать? Это ж надо какие-то теплые одеяла с собой взять. Я ничего там не могу взять. Взял термос и так ввесить. Термос и пару теплых одеялов. Тут, ребята, у нас кормюшка идет. Я говорю, это шлендра, а Дима говорит, какая шлендра, это царица. Мы спустились к Диве дышим, уже фрегатор забрали, надо будет днем сходить показать вам. Царица ест. Ребята, смотрите, что тут творится, дети катаются. Молодцы, какие в касках. Мы катались на качелях, но там ничего не видно, темнота, а Дима занимался прессом.